американцы кто написал то что доктор люси сильнее путин мышцы конечно в тонусе и вот тут андрей что же у тебя такого не было раньше чувствуешь вот еще давление чего у тебя остеохондроз грудной так вот рука болит правая да значит боли в правой руке смотри андрея функция руки как-то страдает от от этих болей то есть вкус а полностью сохранена или не полностью не исчезла не исчезла да вот так вперед но все нормально так и теперь еще назад заведу ведь их ослабим уже невольно так смотри проблема какая конечно я бы сказала чисто визуально распространенную остеохондроз то есть все отделы позвоночника здесь конечно вот здесь смотри и тиш вот проблем у меня даже невооруженным взглядом метишь лишь вот отечность тоже тут отечность натянута вот здесь натянута и вот правое плечо у нас лопатка вот лопатка она немножко вверх ушла правая сторона ушла вверх а вот здесь смотри вот видишь вот вишна прямо видно вот она ушла сюда а А левая, что тут отечность тоже, вот видно прямо, вот у него отекло, конечно она болит, а почему болит эта рука, отек здесь, так потому что, раз болит, соответственно, больше нагрузка, наверное, я все-таки думаю, у него идет на левую сейчас, и на левую руку. Так, дай-ка посмотрю, вот так вот, прислать, вот так вот, нормально, ну вот, видишь, тут хорошо, ну он у нас такой молодой человек, спортивный, Ну вот, значит, ну, соответственно, конечно, больше проблемы, вот, обрати внимание, тут тоже, вот, проблема есть в поясничном отделе, видишь, да, конечно, лордоста, видишь, как туда ушел, то есть, это говорит о том, что немножко провалились диски туда, ну, вот, смотри, мишка, вот, и эта половина, да, смотри, эта половина, она, как бы, получается больше, чем эта половина, разная, ну, видно, даже, вот, смотри, если мы отойдем, да, вот, видно, да, разница, дайте чуть-чуть, бак, видишь, вот, видишь, тут как, тут ровненько все прямо, а тут, видишь, она, как бугорок такой, ну, это вот, за счет того, что натянуты мышцы и отечность, и тут вот тоже, ну, все это, в принципе, это все поправимо, будем работать, это, машин, да, сколько раздружено, сколько перетаска, вот, машин-то сколько разгружено? Масковая, в Чиркизон свое время, в Чиркизон, уже давно. Чтоб ты расслаблен был, ну, как тебе тут удобно, эти, делай, да, вот, отдавать надо, Андрей, и тут-то вот, надо отдавать, сейчас вот проглистогонули, нет, дома кошки, нет, у тебя кошки, да, ты чё, это как так, год вот исполнился 18 числа, ооо, вы ведь не хотели, никого, нет, да, как ты, уж, так, ты, как тебе удобно, смотрю, устраивайся, потому что долго будем, ничего страшного, будем делать долго, то есть иголками здесь не, нет, не обойтись, потому что надо, вот, видела, проблемы-то убирать, мы иголками можем просто боль снять, тут, видишь, у него асимметрия, такая, тонус снимать, надо отеки убирать, тут застой ещё идёт хороший, кровообращение, смотри, вот, видишь, вот, провожу, и у него уже всё краснеет, видишь, вот, чё, видишь, вот, чё, это всё поправила, и давление, я думаю, сейчас поделаем тут, потому что вот тут явно идёт нарушение кровообращения, раз, вот, отёчность такая большая, вот, 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 ну тут надо, конечно, шейный отдел, грудной, верхний, сейчас разомнём, всё разомнём, тоже тут надо по точкам для снижения давления, потому что у нас гипертония, или артериальную гипертензию ставят, или гипертоническую болезнь, Андрей. Ну, дай, пока я настаиваю. Ну, значит, артериальная гипертензия, ну, начальная стадия, будем так говорить. Я её сбуду, я принести немножко, в следующий раз переношу, как смотришь, что там нет? Ну, ты же всё обследовался, причину-то нашли, не нашли. Так, я ходил, и к Усакову я ходил последовательно. Слушай, так вот, кровь на холестерин сдавала, я тебе покажу, наверное. Всё нормально? Нормально всё. Странно. Ну, знаешь, скорее всего, это на нервной почве всё, я рада ждал. На нервной всё это вот... Они ещё такого успокаивающего, да не каких-нибудь антидепрессантов, ничего такого нет, не понимаю. Знаешь... Ну, спасибо. Вот, ну, вот, знаешь, прям с языка с ним. Он же на травках. Вот я вот и пил бутылочку сегодня. И как? Легче? С него хорошо. Вот. Можно ещё, можно курсом его попивать. Если он тебе помогает, отлично. Я уже вторую. Отлично. Кожа очень хорошая. Хорошая такая, ну, толстая, хорошая кожа. Я всегда тебе говорю, по-моему, это, да? Так мне это делали в прививке было. Я говорю, что где мутырь? Очень хорошая кожа. Очень. Такая, знаешь... Я обычная женщина, когда такая кожа, говорю, ну, ах, как вам повезло. Ха-ха-ха-ха-ха. Такая кожа очень, как сать, долго стареет. Не подвержена старению, так было говорить. Очень такая, очень такая эластичная. Ты полвека отстояла. А? Полвека отстояла. Ах, так и здорово. Не, ну, видишь, генетика хорошая. У тебя папа-то с мамой всё нормально? Ну, как? Для своих лет-то более-менее. Ну, эти генетика хорошая. Отец-то, наверное, как-то, как золенька, поживее мама, так как она и старше, на 5 лет. О-о-о. Она видит, что она сидит по-люже. Действительно, она тут беспокоит, я думаю, что и очень даже. Так, слушай, пальцы не умеют. Сейчас? Ну, вообще. Да, что нас препарат. Хорошо. Это замечательно. Больно прям в руке? Дняющая боль. Именно плечо или же всё? Вот это место. Вот это место. Ну, так натянуло. Так, слушай, а лопатка как? Лопатка нет. Не болит? Только плечо. Ну, знаешь, скорее всего, а давно это беспокоит? Началось, наверное, может быть, пару месяцев. Так, Андрей, это, скорее всего, ты растянул тут. Вот где ты показываешь, ты растянул связки. Так, особо, ничего не делал. Не более того, что... Ну, вот смотри, сейчас я пройду. Вот. Чувствуешь, да? Тут натянуто. Хрустит всё. О, хрустит, натянута. Такие плеча ещё сам захрустела. Она хорошо мне не хрустела. Ну, я говорю, что где-то поднадорвал немножко. Поднадорвал. Что-то тяжёлое. Так что тяжёлое, всё время она поднимаешь. Так, ноги не мёрзнут? У меня мёрзут. Угу. Какой-то прохламень. Ну, у него, кстати, должно быстро всё направиться, потому что у него... Так, это всё не особо запущено. Мы у меня построили, Андрей. Говори, а? Что, посмотрю? Нет, ну всё, сейчас не хочется всё подниму, всё переделываю. Ну, знаешь, жизни всё не предопределишь, не предугадаешь. Ну, конечно, тут можно было. Я же это подозревал, что будет. Ну, ты говорила, но я помню, да. А как и замкнуло как раз людей. Замкнуло у святильника как раз, помнишь? Я ему три или четыре раза говорю, иди сделай. Я тебе в тихоньки тоже. Я тебе... Я тебя си приехал, не приехал. Не завелся? Смысла нет. Я тоже езжу. С утра ушел пуском мимо гаража. В камерном гараже. Отлично. Сейчас минус 10 всего лишь. Без отопления, без всего. Ничего себе. Разница теперь с улицы. Сейчас по точкам еще пойду. Ничего себе. Угу. Натюшка. Бим, иди сюда. Бим, ко мне. Все же. Так, вот что мы говорили. У него даже вот там сидит видно, что с этой стороны болит. Вот так вот видишь. Видишь, укороченная. Здесь вот идет шейный плечо. Видишь, а тут так нормально. Здесь прям укороченная. И видимо даже сухожилие натянут. Ухм. 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 Вашим шейным шейным frases. Ухм. 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 Ну, next door. Молос. Ухм. Красав arig attainance. Тоже наденуто сухожилие. Боли? Особо ты давишь, нет? Хорошо. А травмы были до этого? Ничего? Хорошо. Не ломаем, не поднимаем чётко. Здорово. Хорошо. 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 Смотри. Мой цвет. И tabки. Продолжение следует... 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 так не надо еще шею потянуть вдох-выдох мне тут написали что американцы кто написал то что доктор люси сильнее путин а да на липи силы делать нечего в этих делах руки-базуки руки-базуки так теперь ручки с новыми вот так вот 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 сейчас расслабься не напрягайся тянуть шейку так так теперь вдох и медленный выдох я просто тяну я ничего не правлю так снова вдох и медленный выдох отлично сейчас еще по точкам пройдемся так как не хрустит если остеохондроз шейный и вот даже визуально видно без снимка а снимки для чего сделать для того чтобы исключаю протрузию и грыжу но знаешь я бы не сказала что тут вот у тебя и какая-то протрузия и грыжа скорее вот протрузия все таки наверное в поясничном отделе можно предположить и то но остеохондроз то это он никуда не денется да есть у тебя уже он теперь это сейчас главное что физические перед напряжением убрать физические нагрузки сильные и ну психоэмоционально как всегда куда их девать то тоже их нежелательно не то что нежелательно лучше убрать спокойнее как тоже и так раз отпусти все отпусти все ну вот начала говорить да вот кого-то бывают настолько деревянная спина что просто пальцы отскакивать ну вот у Андрея спина в этом отношении нормально то есть с ней работать хорошо она видишь мягкая нет такого тоже слишком тонуса серьезного конечно больно ему сегодня но есть вторая процедура будет тоже болезненная хочу сказать так я потом еще живут посмотрю все ли на месте а сейчас ну большого могу сказать что здесь мы должны результаты облюбиться достаточно быстро вот ну если боли будут проходить медленно можно будет еще обезболить иголками вот эти болевые точки то что вот он пожаловался я сначала подумала что возможно лечь лопаточный периартрит но поскольку у него боли не уходят в лопатку ну как бы боли чисто локализованные в одном месте вот он тут вот их все значит это это все таки все таки я думаю что здесь чисто такие мышечного характера боли растянутая мышца растянутые сухожилия тем более все это случилось два месяца назад растяжение но если его не лечить оно вообще само по себе растяжение связок растяжение мышцы но болит очень и как бы не скоро проходит а если не лечить так вообще можно не пройти то есть если вот это свеже было растяжение а потом тепло но у него уже два месяца понятно что сейчас только тепловые процедуры согревающие они усилят кровоток уменьшит боли ну а потом мы посмотрим если боли будут проходить плохо то значит соответственно его его терапией догонять еще страшно звучит нет я вам себе делаю не страшно это вообще абсолютно не больно терпимо все я вам себе лицо обкалываю это бы видео мне фотографии показать но обезболивает вот особенно как бы когда острый процесс до первых 12 часов я обычно делаю но без меня положим какие-то боли я делаю утром и вечером значит подносить часа два если все нормально дискомфорта нет значит дальше смываем без мочалки без было можно протереть просто на кожу нагрузку лишним делать нечему по всему телу пойду по боковой поверхности в дремяшный массаж и мы у вот в у 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 Субтитры делал DimaTorzok Не больно? Нет. Хорошо. Приятно. Ой, замечательно. Это дренаж. Усиленный лимфоток. Потому что лимфоток только не проотцепит. Я же сам бываю трогаю. Чувствую, что он там непонятно где. В каком рыве находится. Так, тошнота, тяжесть. Что-то такое бывает. Дискомфорт. Да, особо-то нет. Нет, ну уже привык. Я бы к этому не прощаю. Не обращаешься к маме. Все понятно. Но иногда, знаешь, иногда тянет по бокам. Может тянуть именно боковые поверхности. Могут быть боковые поверхности. Не обязательно вот живота или спина. А именно боковые поверхности. Ну, в общем, короче. Фиксировать пояс на работе волка. Прямо можешь одевать на водолазку, на майку. Не обязательно нагунуть. Вот видишь, вот делай, и тут сразу у тебя напряг какой-то идет. Вот он, и тут прямо. Хотя вот, хотя вот артерию, эту пульсацию чувствую тут повыше. Видишь? А напряг-то вот тут идет, со стороны толстого кишечника. Прямо вот. Вот, вот я прямо на тут идите нажимала. Со стулом все нормально? А так место, блин? Ну, хорошо. Я почему спрашиваю? Потому что со стороны толстого кишечника вот. И немножко в области пегастрея тоже. Вот как-то тут тоже немножко есть чуть-чуть. Завтра праздник-то как собираетесь? Никак. Что думал? Я давно уж что-то не делал. Со семьей завязали. Такие праздники. Так, сейчас так. По чуть-чуть. Ну, правильно. Сейчас еще все болеют. Сейчас, наверное, даже что-то, если собраться, что-то где-то взять. Так, сейчас пить-то вообще ничего нельзя. Нельзя. Вот. Все, одна гадость как бы. Абсолютно верно. Помнишь, дегустация-то у нас была? На следующий день вообще. Все, что крепкая, что легкая, одна зараза. Ну, да. Ну, мы свое винцо попиваем. Так у вас хорошо. Да. Счастливые люди. Да. Сегодня достала. Как-то не любила этот, малиновый. А вот второй год как-то знаешь-то. Оно мне больше всех стало нравиться. Есть крепкая. Последний раз попил с удовольствием. Ром с доминиканом привозил. А, ром, да. Да, и вот единственное, что с удовольствием было выпито. На странице все зараза. Ну, он все шаром с ним привозит. Тоже очень вкусный. Такой вот, знаешь, прям душистый такой. Так, давай-ка вдох глубокий момент и выдох. Отлично, молодец. Так, еще раз вдох. Выдох. Еще раз вдох. Вот так. Отлично. Не тянет ничего? Не подташнивает? Нет. Хорошо. Хорошо. Ну, слушаю, все, перестальтика пошла. Отлично. Завозмущался. Че ты типа меня там толкаешь? Может быть, 12 час? Ну, смотри, ладно. Я тогда тоже буду планировать где-то вот обед. Ну, это время. Хорошо. Сейчас я тебе, может быть, два-три. Да, ну давай, нормально. Потому что у меня завтра никого. Может быть, получится. Никого не будет. Все в Ухаресту идут завтра. Ну, знаешь, не факт. Сегодня начали многие уже. Ну, на компании у нас все собирается. Вы куда-ли? Туда. Вы куда-туда. Туда. Чтобы завтра оттуда выйти и на работу. Завтра. Да, ведь два всего выходных-то, конечно. Да, когда благо, что перенесли. А то был бы вообще один. Ну, да. На субботу работали. Ну, у нас одинник. Все равно живая душа, она была. Одна дома сидит. И не так скучно. Что вы целовели, наверное? Ну, что делать? Ну, вот, смотри. А сколько это сейчас уже? Семена. Блин. Озмаконились три года было. Ровно 120 на 80. Не всегда можем сами справиться. Поэтому вот, ну, что-то такое успокаивающее. Ну, какой-нибудь легкий там антидепрессант. Или вот новопассив, если он тебе помогает. Ну, этот стресс и продолжится, то все равно где-нибудь выстрелит. Какое-то заболевание там сердце там. Ну, что послабее, то и выстрелит. Печень. Все, что угодно. Любой орган. Ну, вообще, вот я всегда говорю, коммуникация – это самое такое слабое место. Коммуникация – это сосуды. Поэтому, да, надо сейчас, пока вот, пока не, как сказать, не выстрелило в какое-то заболевание. Надо сейчас это все предотвратить. Окей. Тенки, доктор Лёш. Угу. На здоровье. Тенки, доктор Лёш.